Хейтеры у меня спрашивают, слушай, ты там верещишь, а что ты сделал, что ты сделал? Ребят, я ничего не сделал. Ну вот по факту, можно так сказать, в масштабах страны ничего не сделал. Но вместе с вами, с теми, кто смотрит, комментирует их, даже хейтеры. Хейтеры, которые пишут там всякую ерунду, пытаются меня оскорбить, даже благодаря ним у нас что-то дополучается. В начале этого года мы были на крессе, снимали сюжет о том, что центральная улица города выглядит просто ужасной. И что произошло? Уже, ну, можно сказать, практически после выборов, после первого тура, но тем не менее, не останавливаются, пришли люди и начали здесь ремонтные работы. Это говорит о том, что исключительно при помощи того, что вы смотрите, лайкаете, комментируете, у нас происходят в городе какие-то перемены. Мне кажется, это большая победа в плане того, что это демонстрирует всем нам, что есть такая возможность. Есть возможность верещать, и тогда все будет восстанавливаться, ремонтироваться, и город будет лучше. То есть, если мы с вами не будем просто тупо молчать, ходить по убитым, хотел сказать по-другому, но не хочу материться, по убитым дорогам, если мы не будем ходить, не будем молчать, будем жаловаться, например, в Криворожский ресурсный центр. Мы будем сообщать мэрии, что нас не устраивает то, что вот здесь нет дороги, нас не устраивает ходить по развалинам. Если мы будем об этом сообщать в мэрию, они будут что-то делать. Но мы же верещим-то где в основном в интернетах своих? Вот мы поверещали, да, там посмотрели, такие, ну окей, сделаем, сделаем, пусть заткнутся, хватит им, пусть, пожалуйста, мы получаем что-то взамен. И это уже хорошо, то есть, это пример работы социального договора, пример работы того, что мы просим, нам дают. Мы не просим, мы не получаем, вот и все, ну, как по мне. Но меня интересует другой вопрос, для того, чтобы ответить на него, нам нужно отправиться в другую локацию. Сейчас я вам покажу крошечный кадр с того, как здесь все происходит, как происходит ремонт, и мы чудесным образом появимся в другом месте. Надеюсь, месседж доступен и понятен, погнали дальше. А бордер, кстати, покоцанный, это, наверное, визитная карточка нашего города, только уложили, уже побитый. Нехорошо, друзья, нехорошо, ремонтники, мэрия, кто контролирует, разберитесь, это же бред. Два месяца назад на этом месте, возле второй городской больницы, мажор на иномарке. Кстати, интересно, да, 18-летний парень, студент Кировоградского авиационного вуза, пилот будущий, наверное, пилот, чтобы не сбивать детей на пешеходном. В общем, два месяца назад здесь мажор пытался, вроде как уходил от какого-то там столкновения, вот там на пешеходном переходе сбил маленького ребенка и погнул забор. Погнул забор, а папа миллионер даже не задумался над тем, чтобы его починить. И вот он стоит вогнутый, мы с вами заплатили за то, чтобы здесь нам поставили забор с наших налогов. Мажор заплатил, папа мажора заплатил мажору за машину, тот сел за руль и начал гонять. Ну да, понятно, наверное, летных прав у него все еще нет, поэтому летать не может, поэтому приходится ездить. Я, в общем, к чему-то все клоню, к тому, что давайте попробуем поверещать и здесь с вами, вдруг это поможет. Дмитрий Шевчик, я вас очень прошу, за наши налоги были куплены эти заборы. Вы миллионер, будьте добры, устраните то, что сделал ваш сын. Хотя бы, ну, вы там помогли ребенку, спасибо, класс, но что насчет забора? Восстановите забор, пожалуйста. Еще совсем-совсем недавно здесь, на второй городской больнице, была ужасная разрушенная остановка. И, наконец-то, друзья, наконец-то я могу сказать, что это действительно нечто, это действительно качественно, это действительно интересно, это что-то действительно современное. Хотя, если, ну, вы знаете, я люблю прикапываться, можно прикопаться к тому, что здесь покрашено некачественно, но по большому счету, такие бы остановки по всему городу. Вот, не дать, не взять, молодцы, но нужно чаще, больше и повсеместно, хотя, наверное, как получается, но за это респект, за остановку, наконец-то, наконец-то. Правда, мы начали здесь сейчас снимать, у нас короткие сюжеты все люди отсюда выбежали, потому что не хотят попасть в кадр, но все равно же прикольно, согласитесь, в сравнении с тем, что было. И напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы считаете, если бы такие остановки установили по всему городу, это бы приукрасило, разукрасило, сделало бы наш город красивее или ничего не поменялось в сути? Пишите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А на этом все, спасибо, что были с нами, пока! Пишите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.